Боковой нажим упражнения, которые любят многие спортсмены. Многие великие спортсмены выполняют это упражнение своеобразно и по-своему. На многих фильмах, которые мы видим в интернете, видно, как выполняется это упражнение. Но я бы хотел остановить ваше внимание. Так, на самом деле, что же в этом упражнении важно? На что нужно обратить внимание, чтобы это упражнение, скажем так, не выполнялось впустую? Прежде всего обратите внимание на то, что есть универсальные тренажеры, на которых можно делать боковой нажим. Но прежде всего, многие из вас не имеют специалистических тренажеров. А, скажем, регулированный блок, это практически нехитрое снаряжение, есть практически в каждом зале. Итак, что нам нужно будет? Регулированный блок, половинку стола, или, скажем, целый стол, и, скажем так, петля. Итак, если мы говорим о боковом нажиме, то в данный момент мы выключаем кисть. Она у нас не работает в динамике, только работает в статике. Итак, обратите внимание. Это движение должно повторяться так само, как во время борьбы. То есть, если вы встаете на левую руку, встаете возле стола, ногой своей, левой тоже ногой, скажем так, обвиваете его возле ножки, или так как вам удобно это упражнение делать. В данный момент я, например, это упражнение делаю за помощью стабилизации своего тела, обвивая свою ногу в ножку стола. Итак, боковые ножи. С чего начинаются боковые ножи? Прежде всего, от оси. То есть, с положением, в котором спортсмен начинает свое движение по команде Редигу. И выполняем боковой ножи. Во время этого движения включаются, естественно, не только связки предплечья, но и мышцы груди и прицепса. Итак, это комплексные упражнения, потому что, если мы проработаем саму кисть, то, естественно, нам нужно еще подключить, будет, специалистическую ручку. Но, выполняя это упражнение таким вот образом, мы укрепляем целый наш связочный, мышечно-связочный аппарат, который включается во время борьбы не только, как сама рука, но и ручка.